Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко. И сегодня у нас следующее видео из тематики, что будет с каким-то гаджетом после месяца, трех месяцев, девяти месяцев, полугода, года эксплуатации. И вот год эксплуатации пришел для моего планшета под названием Techlast X16 Power. Сейчас он, кстати, продается на различных китайских сайтах, уже в обновленной версии с установленным процессором Z8750, а у меня Z8700. И самое главное, чуть-чуть под другим именем, Techlast T-Book 16 Power, без X16. Напоминаю, вот здесь вверху всплывающих аннотациях и внизу в описании к видео вы найдете линки и, собственно говоря, на другие обзоры. А я его год назад тщательно-тщательно погонял. Тесты производительности, сравнения и тому подобное. Ну и, конечно же, ссылки, где купить, кто у меня всегда спрашивает, что, где и как. А мы давайте посмотрим, что из себя представляет данный девайс после года эксплуатации. На самом деле, я честно скажу, он год практически не то, что не эксплуатировался, эксплуатировался. Просто он пользовался в очень мягких, в очень лояльных, скажем так, условиях. Почему я сейчас объясню. Итак, что он из себя представляет? Напоминаю, это, собственно говоря, сам девайс, сам планшет. Вот такой вот он. У него экран 11,6 дюйма при разрешении 1920 на 1080, то есть Full HD. Вес он весит 600 грамм. Процессор Intel Atom X7 Z8700 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами хранилища. EMMC, не SSD. Разделенный пополам на Linux и Windows. Опять же, все тесты я уже показывал, рассказывал. Весит он, кстати, весит он на минуточку 600 грамм с девайс, без этого самого. И вот с такой вот подставкой клавиатурой. Напоминаю, у нас сзади здесь складывается вот такой вот конвертик. Вы его подключаете и работаете на клавиатуре, или же снимаете и работаете без клавиатуры. Собственно говоря, 800 грамм с клавиатурой 600 без. 8500 мАч батарейка. И с батарейки мы, собственно говоря, начнем. Вернее, даже не с батарейки, а с зарядки. Прикол состоит в том, что с зарядкой несколько не повезло. Как и с USB портом, здесь нестандартная зарядка. Сделали бы стандартную, вопросов бы вообще не было. А так, получается, ее тут чуть-чуть надо досовывать. И вот это вот досовывание начинает беспокоить. Вот сейчас пошла зарядка. Видно, чуть-чуть передавишь или не додавишь. Зарядка не идет. Поэтому, когда вы ставите на зарядку, надо вопрос этот контролировать. Ну, а, собственно говоря, сама батарея работает весьма и весьма неплохо. Я сейчас его поставлю с вашего разрешения на подставку. И переключусь вот так вот и вот так вот. Да, у меня там бардак полный. Что у нас здесь есть? Видите, подвигал и заряд ушел. Девайс не на зарядке. О, вот включился. То есть чуть-чуть там его двигаешь и у него где-то пропадает контакт. Это уже какие-то проблемы. Итак, что мы здесь видим? Мы здесь видим интересные показатели. Хочу сразу сказать. Он у меня, я его пытался честно использовать как замену Surface. Я про это еще скажу. Но он у меня большей частью простоял на журнальном столике, который использовал его как там гости пришли поработать, мне залезть быстренько в интернет, там початиться и так далее и тому подобное. Вот не вставая с дивана в большой комнате, за пивом и тому подобное. Вот таким вот образом использовался этот девайс. Собственно говоря, он практически все время стоял либо на зарядке, либо не включенным, когда там доходило до 50%. Я его опять заряжал и тому подобное. И что мы имеем с гуся? А с гуся мы имеем следующие вещи. Обратите внимание. Изначальные показатели были для креативовских тестов, креатив PCMark 5 часов 0,2 минуты, ну пусть 5 часов. И стали 4 часа 41 минута, то есть за год заряда потеряли 20 минут, что очень и очень неплохо, учитывая, что 5 часов это на минуточку 300 минут, то есть он потерял меньше 10% заряда, отлично сработал. На вопрос о том, что будет, если использовать клавиатуру, с клавиатурой, как вы видите, это тоже, да, то есть не так уж и много, мы теряем, да, ну как бы 40 минут работы, если клавиатура подключена к системе. Аналогично мы смотрим с Home, обратите внимание, или этот с Home, да, мы видим, нет, наверное, все-таки 4 часа 11 минут, тогда уже все серьезно. Батарея Home изначально 4 часа 42 минуты, через год 4 часа 0,6 минут, здесь уже, да, потеряли практически 40 минут, скорее всего, здесь мы тоже имеем дело с 11 минутами, тогда потери 20% заряда, что достаточно существенно, ну а с клавиатурой, как вы видите, разница небольшая, всего 6 минут, так что клавиатура не отбирает практически мощность батарейки. И для подтверждения наших выводов, обратите внимание, Work 5 часов 46 минут, 5 часов 59 минут, что-то я не верю. Сейчас мы откроем, и увидим результат, какой же он в 10 минут, нет, 5 часов 59 минут, слушайте, здесь батарейка что, либо тест вот предыдущий был не очень качественным, с другой стороны здесь с аккумуляторной, с подключенной клавиатурой 5 часов 0,7 минут, ну что, в общем-то, есть правда, больше, я все-таки поверю, то есть, либо здесь дурканул тест, либо еще чего-то, потому что те же примерно 40 минут потери заряда, то есть, потеря заряда составляет тогда, получается, у нас примерно 15%, что уже достаточно много для данного девайса. В остальном, ну что в остальном, да, в остальном, как я уже говорил, он просто стоял на столе, использовался для того, чтобы початиться, использовался для того, чтобы полазить в интернет, и его мощный процессор и большой объем памяти практически не использовался, кроме как открыть большое количество страничек. И почему он не использовался, все на самом деле очень просто, состоит в том, что у меня есть еще один девайс, который, как вы вот здесь видите, называется Microsoft Surface. Я изначально планировал замену Surface в каких-то таких, знаете, полукритических и критических ситуациях, когда жалко убивать Surface на данный ноутбук. Но, опять же, если сравнить Surface и данный ноут, то по производительности, включаешься? Включаешься. По производительности, если мы сейчас уменьшим масштаб... Где ты, наш дорогой, любимый? Вот, давайте заглянем сюда. Обратите внимание, по производительности Surface Pro, даже самого мощного Atom, даже старый, четвертого поколения, i5 процессор обгоняет в основных тестах на 79%, на 83%, на 170%, то есть это практически в три раза, да, и далее, далее, далее по списку, то есть он практически не оставляет никаких шансов данному девайсу. Собственно говоря, это была первая, да, первая часть, которая касается моего выбора относительно Surface, чего я передумал, собственно говоря, эксплуатировать эту девайсину вместо Surface. Во-вторых, во-вторых, вот так вот, наверное, сделаем. Это клавиатура. С клавиатурой все тоже не так-то просто. Может быть, я привык. Ну, опять же, это китайская клавиатура островного расположения, с очень непредсказуемым, скажем так, нажатием и неудобным углом расположения. Surface намного удобнее имеет угол расположения, а может, я просто привык. В-третьих, touch и stylus, да, и в-четвертых, собственно говоря, картинка, которая показывает великолепные изображения при своем разрешении 3 на 2000, условно, да, вместо Full HD, плюс, опять же, качество цветов, яркость цветов, яркость картинки. Обратите внимание, обе девайсины включены сейчас у нас на, собственно говоря, максимальную яркость, и вы можете оценить, вот, и вы можете оценить разницу картинки, насколько здесь все-таки белый цвет естественнее, даже вот я его положу вот так вот, белый цвет естественнее, яркость и насыщенность картинки отличаются в работе. Здесь красноватый, да, видно, такой серовато-красноватый, то есть, блеклый экран, нечеткое изображение, при маленьких масштабах, когда тебе нужно масштабировать, экселевский тот же документ, практически нечитабельный, здесь мы можем масштабировать намного-намного больше, аналогично и с вордовскими документами и тому подобное, сохраняя читабельность. Ну и, собственно говоря, внешнее представление, то есть, я заметил, что люди, которые видят меня с серфейсом, относятся так вот, вау, а, это уже старый, ну ничего, да, стильно выглядит, ой, а что это у вас такое, что это за китайская такая барахлишка-то, сколько стоит, 300 евриков или 350, да, ну как-то вот, наверное, дороговато для китайцев, выглядит не на свои деньги. Ну и, собственно говоря, поэтому-то, поэтому он, ну и плюс время работы у серфейса, несмотря на его более мощный аккумулятор и более яркий экран, все-таки время работы дольше, не знаю, это как-то субъективно, может быть, может быть нет, тесты еще проведу, покажут, но в любом случае, комфортнее работа, собственно говоря, то, над чем китайцам еще работать и работать, и то, что даже другие клоны серфейса не показывают, да, вот это вот удобство работы, какая-то продуманность, стиль, берешь в руки, имеешь вещь, а не пластиковую фигню, я про это, кстати, рассказывал в других видео, вот здесь, всплывающих вверху аннотациях, на той же ИФе, на ИФе показали большое количество псевдо-сюрфейсов, но многие из них, ну, никак не тянут на сюрфейс, даже третьего, не говоря уже о четвертом поколении, этот тоже не тянул, поэтому и остался на, собственно говоря, столике, да, журнальном столике, плюс, всегда спрашивают, да, видите, даже чуть-чуть припал пылью, плюс, всегда спрашивают, а чего с экраном, с экраном, если его вот так вот посмотреть, на нем наклеена защитная пленка, и эта защитная пленка все равно пострадала, вот видите, да, от чего она пострадала, потому что, когда я его носил в чехле, в сумке, да, вот чехол мы закрыли, не, вот так все-таки, вот он все равно, вот видите, двигается туда-сюда, да, то есть понятно, и соответственно, эти клавиши царапают экран, что недопустимо у Surface, если вы посмотрите на экран Surface моего, любимого, он тоже запылен, и еще и залапан, потому что я постоянно в него плююсь, я на него нажимаю, я разговариваю, но увидеть именно царапины на Surface экране, ну, есть несколько, все-таки у него уже три года, но, не, не три, два, два, но все равно, небо и земля по сравнению с Т-кластом, такие дела, позвонила соседка, прервала процесс, сбила с мысли, но, в общем-то, пришлось помочь женщине завести машину, у которой сел аккумулятор, кстати, да, странно, ни в Mercedes, ни в BMW, BMW, вообще новой серии нет, указателя заряда аккумулятора, хотя в любом планшете есть, и можно померять утилиты и так далее, да, так вот, возвращаясь к теме того, что называется Т-класт, X16 Power, и теме того, что называется Surface, ну, просто Т-класту не повезло, да, то есть Surface его победил, с точки зрения качества экрана, размера экрана, разрешения экрана, и удобства работы, но, как бы, каких-то больших претензий, вот, это просто сложилось так исторически, у меня лично, да, но каких-то больших претензий, собственно говоря, к работоспособности самого устройства, я имею в виду Т-класт, вообще нет, можно пользоваться, и кому нужен достаточно мощный планшет, или очень мощный планшет, поскольку это Intel Atom X7-Z8700, или 8715 теперь, о, 50 теперь, серия, то вполне-вполне хорошее решение, если у вас нет другого планшета, типа Surface, или каких-либо других, похожих планшетов, так что, смотрите, думайте, смотрите другие видео, которые посвящены Т-класту, у меня на канале, напоминаю, что вверху всплывающих аннотациях, внизу в описании к видео, есть все необходимые линки, а я, как вы поняли, буду прощаться, вроде ясно изложил, в общем, штука классная, но, для моих жизненных процессов, для моих рабочих процессов, все-таки, оказалось не совсем нужной, я думал, что будет замена Surface, замены Surface не вышло, Surface все-таки рулит, и по перформансу, и по внешнему виду, и по удобству работы, это вот так вот, ну, и, соответственно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите другие видео, посвященные новому устройству, на Intel Atom, в данном случае, тоже X8700, X7Z8700, напоминаю, что у меня еще вводится, такая штука, как GPD Win, игровой компьютер, под управлением, атомовского процессора, мини-ноутбук, про него тоже, много чего есть на канале, ну, а теперь точно, всем счастливо, пока, с вами был я, Игорь Шестинко, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите другие видео, пишите комменты, увидимся, всем удачи!